Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня iPad 2 по-моему. Да, модель 1395. Я выкладывал видео больше года назад. Решил снять видео еще раз. Вообще, очень много роликов старых хотелось бы переснять. Достаточно много ошибок было, много отрицательных комментариев, с которыми я со многими согласен. Поэтому, по мере возможности, хотел бы переснять некоторые ролики. Итак, при замене стекла на втором iPad есть два опасных момента. Это шлейф включения. Здесь он находится под верхним правым углом. Необходимо его отклеить аккуратно от стекла. Вот, вы видите. Вот, если его надо рвать, то придется менять весь шлейф включения целиком. Второй опасный момент. Это антенна Wi-Fi, которая находится вот здесь вот, рядом с кнопкой Home. То же самое, если ее оторвать. Сигнал не пропадет, но значительно ухудшится. Поэтому нужно аккуратно ее соединить от стекла, чтобы она не прилипала. Ну и, в принципе, все. По большому счету, опасных моментов больше здесь я не вижу. Вообще, второй iPad, на мой взгляд, самый сложный из всех. Я сталкивался на сегодняшний день со всеми iPad'ами. AR-1, AR-2, iPad'ы mini. За все время работы в сервисе заменил не одну тысячу стекол. Поэтому хотел бы снять ролик еще раз. Если стекло треснутое, допустим, как у меня, со всех сторон, то работа усложняется тем, что летят крошки стекольные. Стекло трескается. Ну, достаточно неудобно снимать. Другое дело, если вам принесли. Вот, видите, как здесь. Убираем, чтобы не мешало. Если же вам привезли целое стекло, треснутое там, допустим, с одной из двумя трещинами, намного проще все снять. Аккуратно без стекольной крошки снимаем полностью. Тем самым избегаем попадания стекла на руки, в глаза, на рабочий стул, который постоянно приходится стряхивать. Шлейф соединения с системной платой. Отрезаем, чтобы не мешался. Это iPad у нас без поддержки SIM-карты. С поддержкой SIM-карты также немного усложняется работа, потому что здесь находятся две антенны, которые необходимо также освободить от стекла предварительно нагрев. Вот и все. Кнопку Home, которую я снял в начале, оригинальную, советую сохранить. Обычно я их переставляю, меняю. Снимаю те, которые стоят и ставлю оригинальные. Отряхиваем коврик. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Снимаем четыре винта. В коем случае не оставляйте отпечатки пальцев на дисплее. Их конечно можно будет удалить. Лучше их не оставлять. Монтаж-демонтаж тачскрина увеличится минут на 15 с заляпанным дисплеем, потому что полностью очистить его не так уж просто. Снимаем дисплей, так будет намного проще. Очистить периметр отбитого тачскрина. Аккуратно вытаскиваем. Соединяем шлейф. Убираем стекло в сторону. Ну и все. Спокойно очищаем периметр двустороннего скотча от стекла, которое осталось. Здесь будьте аккуратны с этим шлейфом. Это продолжение шлейфа включения. Тоже можно легко его надорвать. С чего придется также менять шлейф целиком. Поэтому аккуратно не заденьте его. Бывали случаи, когда я его срезал по спешке. Либо по началу, когда только начинал их менять. Я очищаю стекло и считаю очень удобно, даже без нагрева, вот такой вот металлической лопатой, который очень много вставляет комментариев подписчики. Советую приобрести всем такую. Кто-то мне даже посоветовал дать ей имя. Отряхаю. Отряхиваем курик. Снимаем. Снимаем разъем, отстегиваем точнее разъем тачскрина. Третий, четвертый айпады менять значительно проще. Ввиду того, что отсутствуют опасные моменты. Практически отсутствуют. По крайней мере шлейф включения уже не сможете повредить. Потому что он на третьем, на четвертом айпадах. Они запрятаны по системную плату, под рамку. Удаляем полностью стекла, которые остались. Ищищаем поверхность. Полностью удаляем двусторонний скотч. Оставки оригинального двустороннего скотча. Оставки оригинального двустороннего скотча. итак очистили периметр грубая после этого одна из основных проблем все уже меняли стекла все знают из основных проблем постановки стекла это вот эти вот углы которые ну очень редко бывает один из 20 наверно айпадов у которого целые не деформированные углы все остальные помятые порваны как угодно что я делаю с ними у меня конечно есть ключ который я заказывал на али по моему не помню или на ebay ключ который якобы выпрямляет с насадками которые якобы выпрямляет углы периметр на айфонах на ipad на ipod на всем чем угодно ну не знаю у меня мне он совсем не понравился как он работает купол его за довольно давно за 80 евро мне не понравилось с ним работать реклама выглядела намного красивее на самом деле как как он работает на самом деле поэтому я я упрямляю таким способом здесь вообще откусываю если сильно деформированная часть здесь тоже самое видите на даже повреждена рамка пластиковая тоже видите на что здесь сделать только откусить это потом после постановки стекла мы выровнен напильником вот бывает момент когда приходится приходится снимать и вот эти вот знак назвать ребра жесткости что ли углов тоже приходится их снимать и подпиливать потому что даже вот эти ребра они вылазят поэтому третьего то же самое то же самое видите на сюда стекло уже не влезет поэтому придется его чуть-чуть подрихтовать все это естественно оговаривается при приеме аппарата с клиентом вот объясняется ему все что вы буду подрезаться где-то равняться это подпиливаться что останутся следы пожалуйста все углы как я сказал на четвертый угол тоже деформирован никогда не бывает проблем вот клиенты все идут на встречу соглашаются потому что других вариантов нету не знаю я не знаю таких конкретных вариантов выравниваю этих углов я не знаю теперь очищаем весь периметр у меня это изопропиловый спирт обезжириваем очищаем рамку вот так вот так вот Продолжение следует... Очистили рамку, еще раз можно пройтись по периметру, очистить то, что осталось после изопропилового спирта. Рамка готова, можно наклеить. Тоже множество всяких вариантов посадки тачскрина на iPad 2, на Aero, на Mini. там у каждого свои скотч разнообразные белый и черный акриловый кто-то садит на клей b7000 там множество я сажаю уверенно на акриловый скотч я никогда не использую клей для посадки тачскринов на ipad я считаю что акрилового скотча вполне достаточно когда никаких проблем у меня не возникает ничего не вылазит ничего не отклеивается все держится если не сделать его по этой технологии которые я уверен могу сказать что проблем не будет заклеиваем периметр вот рамки отступаем 1 2 миллиметра от белой пластиковой рамки имею ввиду толщина скотча тоже смотрите я использую такой толщина его где-то 5 6 миллиметров у меня есть конечно и толще но я считаю что этот вполне подходит последняя нижняя сторона данная технология я пользуюсь со всеми айпэдами и с айпэдом air с air 2 тоже сажаем акриловый скотч из мини поэтому название на видеоролике я поставлю просто замена стекла того как заклеили акриловым скотчем пришлюем его как следует такими движениями кранки чтобы не осталось воздуха под ним за реческим шпателем снимаем пластик стекло принесли мне как видите со скотчем 3м вот этот скотч я оставляю кнопка как я уже сказал да что оригинальную кнопку и обычно переставляю но если она в нормальном состоянии в принципе то можно ее оставить нормально прощелкивается в принципе можно оставить на ipad 2 на ipad 3 вот на ipad 4 лучше заменять и на айрах тоже лучше ставить оригинальную вот на ipad mini там зависимости от комплектации нормально работает и оставлю бывает что приносит стекла без кнопки home либо с кнопками home там знаете переклеенными 1 в один конец выше другой конец ниже приходится уже ставить оригинально получается в данном варианте у меня будет стекло точнее сидеть на двух скотчем это скотч который родной уже на нем приклеен скотч 3м и плюс акриловый скотч вот если у вас комплект стекла без двустороннего скотча это не страшно я бы сказал это даже лучше потому что если вы проклеите стекло просто одним акриловым скотчем то отлично получится получится правильная посадка и не будет никаких проблем в использовании вот эта вот рамка основной точнее передней камеры она как правило всегда неправильно сидит ее можно или поставить так чтобы отверстие датчика и отверстие камеры были ровно посередине либо просто отклеить ее и приклеить непосредственно сюда на саму камеру выставляем выставляем стекло застегиваем шлейф эта сторона у нас проклеена если кто-то не знает здесь наклеен транспортный пластик вот мы его обязательно сейчас отклеим устанавливаем дисплей застегиваем далее ответственный момент шлейф вставляем внутрь не знаю видно ли обязательно нужно засунуть внутрь оставить в таком положении далее устанавливаем дисплей поспешил оставил печаток печатки случайно или не случайно оставлены лучше всего удалять такого размера я удаляю салфеткой закручиваем 4 винта то время как закручиваем винты устанавливаем дисплей естественно садится пыль как видите у меня уже весь дисплей пыльный так отпечаток после удаления салфеткой остается немного пропитываем изопропилом а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Удаляем пластик Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Последний угол Самый проблематичный, как правило, это угол возле кнопки включения. И почему-то он всегда самодеформированный. Ну вот, как-то так получилось. Главное, чтобы стекло село в рамку. Вот. Ни зазоров, ничего не осталось. Обязательно перед установкой стекла проверяйте каркас, чтобы он был ровным, чтобы не было провалов. Если он гнутый, то обязательно его нужно выпрямлять. Надеюсь, видео было полезным, несмотря на то, что я его уже снимал очень давно. Таким вот способом я заклеил несколько тысяч айпадов. Ну и скажу честно, ничего мне не возвращали. Может пару с какими-то другими проблемами там было. Пластик не снимаем. Его обычно снимает клиент. Он должен видеть, что стекло новое. В принципе, всё. Все детали, которые я хотел вам следить. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Я дов. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем мир. До новых встреч.